Новый холл стал светлее, чище визуально и расширился функционально. Теперь тут есть и гардеробная комната, и место для отдыха посетителей. А для удобства персонала и удобства обслуживания появилась карта хранилища. Регистратура же отныне нацелена на результат в пользу пациентов. Все построено таким образом, чтобы дать максимум полезной информации за минимум времени. В результате практически полное отсутствие очередей. Я хочу сказать, что здесь все преобразилось. И лечении, и врачи здесь все очень хорошо относятся. И большое всем спасибо Сергею Ивановичу Морозову, что он выделяет средства на наш центр. И всем врачам, которые нас лечат. Это шахты для нового лифта. Здесь все еще идут работы первой очереди, хотя само оборудование уже поступило. Скоро монтаж, отладка и запуск. Вторая очередь – поликлиническое отделение. Пока что тут без изменений, но планы по модернизации масштабные. Вплоть до перекраивания ряда помещений с прицелом, опять же, на комфорт для пациентов и расширение функциональных возможностей. У нас в поликлинике на сегодня были размещены службы, которые к поликлинике не имеют отношения. Мы их выводим. Освобождаем еще дополнительные кабинеты, чтобы полностью предоставить помещение. Формируем холл для ожидания пациентов. Там же будут у нас размещены экраны, точно так же, как в нашей регистратуре, для демонстрации различных роликов профилактической направленности. Но и с учетом нашей хорошей укомплектованности специалистами, включая узких специалистов, поликлиника полностью уже, мы планируем, в октябре месяце заработает в новом формате, в формате стандарта поликлиник. Деньги поступают из регионального бюджета, и перед тем, как их получить, медучреждение фактически защитило проект собственной модернизации. К процессу подключались не только администрация и медперсонал, но и представители местного общественного совета. Для многих пациентов Центр профпатологии давно уже стал чем-то большим, чем просто местом, где можно поправить здоровье. Это не только было необходимо вложить деньги в модернизацию нашего учреждения, но и показать депутатам, действительно ли мы. Мы же не только, допустим, попросили нам дали, здесь будет не только он как лечебный центр, но и методика такова, что здесь будет, как бы, увидели музей, здесь будут приходить школьники, среднее учебное заведение, где будут совместно с МЧС, значит, будем проводить вот такие встречи. На втором этаже Центра – Музей памяти Чернобыльской катастрофы. И холл, в котором размещены стенды и экспонаты, после реконструкции внутренних помещений останутся за этим памятным местом. Будет интересно нашим пациентам, в том плане, что каждый пациент не останется без внимания. Для каждого пациента будет отдельная ниша, в которой будет собрана информация о нем, сделаны фотографии, будут воспоминания о пребывании в Чернобыле, будут какие-то факты из биографии, которые, в общем-то, относятся к чернобыльской аварии. Что же касается дальнейших планов обновления, они включают в себя не только ремонт, но и оснащение новым оборудованием. Средства на это тоже заложены. Пациенты в восторге. Отпадает необходимость обращаться за рядом процедур в другие медучреждения. Кстати, поступает новое оборудование, вот это медицинское, современное. Я знаю, что будет еще маммограф, особенно для женщин, он просто необходим. Здесь много будет. И, конечно же, вот благодаря тому, что сейчас совершается, люди, конечно, это для их скорейшего выздоровления влияет очень даже положительно. Просто огромное спасибо. Целиком же модернизацию центра по определенной программе планируется завершить в 2018 году. Евгений Луковкин, Константин Никитин, репортер 73.